Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый вторник мы начали очень интересный разговор о зависимости, о свободе, о том, как обрести, может быть, эту свободу, и как развивается в нас механизм зависимости. Очень многие люди, и в частности те, кто приходят в храм, это я могу засвидетельствовать как священник-служащий, исповедующий, проповедующий, разговаривающий с людьми, очень многие люди не осознают того, что в них уже есть зависимость. И мы в прошлый раз говорили, что зависимость не всегда химическая, не всегда она зависит от каких-то веществ. Зависимость может быть какой угодно. Сейчас насчитывается около десятка различных разновидностей зависимостей. И вот мы решили поговорить об этой теме с самарским экспертом, самарским психологом Павлом Кореньковым. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Я забыл и в прошлый раз, и сейчас, наверное, это надо упущение, так сказать, восстановить, отрекомендовать вас, да, что вы не просто психолог, даже светский, но вы сотрудничаете и с православным храмом, храмом скоропослушницы, где вы ведете группы... Смоленской Божьей Матери. Скоропослушники, я каждый раз пугаю, простите. Смоленской Божьей Матери, иконы Божьей Матери, да. Где вы ведете консультативную помощь и группы проводите для людей, попавших в зависимость и в... Созависимость. Созависимость. Вот. Ну, теперь, вот, здравствуйте, да, мы в прошлый вторник с вами поставили многоточие на разговоре о вторичной реальности, которую формирует зависимый человек, формирует как некое убежище, в котором он может быть успешен, или, по крайней мере, может быть, может не думать о тех проблемах, которые ему как вызовы бросает та реальность, в которую он живет объективно. Сегодня мне бы хотелось вот поговорить, потому что действительно очень часто люди не понимают и не осознают, что они зависимы, что они не свободны. Будем говорить так, да, что свободы в них нету. Или есть, но совсем маленькая доля процента. Они не умеют выбирать. Они нерешительно топчутся вот на этом пороге выбора. И часто, выбрав то, что выбрав, бывают недовольны своим выбором. И это такая стрессовая для них ситуация, которая в следующий раз либо заставляет их не выбирать вообще, либо они как некую эстафетную палочку этот свой выбор хотят кому-то сунуть, чтобы выбор приняли за них. Вот сегодня мне бы хотелось поговорить о тех видах аддикции или зависимости, которые не так бросаются в глаза, как химическое. Ну, с алкоголиком все понятно. Он меняется на физиологическом уровне, становится стар. Вот, мешки под глазами, вечно какой-то такой дерганный вид. Вот, и так далее, и так далее. Ну, мы можем какой-то портрет нарисовать, да, зависимого человека. Накидо-сериотипов, скажем так вот. Много очень алкоголиков, очень социально успешных ребят, так вот посмотришь и не скажешь, что он алкоголик. Выпивает день, там, по два литра водки просто так. Не сразу, не пьянеет, ну, в течение... Ну, и ладно, это уже такие нюансы, но это вот. Но есть виды зависимости, которые так в лицо не бросаются. И мне будет сегодня, наверное, хотелось, я не знаю, может быть, мы сегодня сможем закрыть эту тему, или же мы, может быть, продолжим это и в следующей нашей передаче об этом говорить, поговорить о нехимических видах аддикции и о тех видах, которые вот нарастают темпами. Какие самые яркие, на ваш взгляд, виды, которые требуют, ну, вот прям вмешательства специалиста? Ну, сейчас очень распространено, ну, понятно, сейчас это интернет, это гаджеты своеобразные, да, это игры, онлайн-игры какие-то, вот это азартные игры в том же самом интернете, да, то есть... Ну, то есть, по сути, принципиально ничего не изменилось, просто появилось больше инструментов, если раньше для того, чтобы там, ну, поиграть на деньги, нужны были там, ну, карты или, ну, деньги, понятно, да, вот, или там, а сейчас, ну, просто... И два ствола. Да, 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 сейчас вот наличие там, ну, смартфона как-то, и там, тариф, позволяющий выйти в интернет, позволяет тебе ставить, ну, там, те же самые ставки, да, вот, то есть... А если не об играх? Вот, вот этот вот пресловутый жест, который мы все время встречаем в метро, где-нибудь там, я не знаю, вчера буквально гулял с детьми, и мы проходили, значит, в парке мимо двух замечательных, милых девчушек, ну, им лет, может быть, по 13, по 14, у них велосипеды стоят рядом, они вдвоем рядом, они могли бы о чем-то щебетать, как это делалось бы, может быть, лет 20 еще назад, но они сидят вдвоем в телефонах, и вот этот вот пресловутый жест, и непонятно вообще, зачем они сюда приехали на велосипедах, зачем они приехали вдвоем, вот, если вот вся реальность происходит там. Ну, вот здесь мне вот всегда хочется как-то, ну, не то, чтобы выступить на защиту, но вот рассказать, ну, может быть, вот о таком аспекте, что сеть, это вот интернет, да, она дает возможность человеку, очень важную возможность попробовать себя в разных образах, то есть, если мы говорим, например, особенно о подростках, скорее всего, это такой период психологически очень, ну, там, бурный и сложный, когда человек, ну, ищет себя, ну, это так, то есть, как это ни называй, там, вот, и интернет, да, в том числе, да, там разные вариации, и игры, и общение какое-то, оно дает возможность человеку попробовать себя там, ну, не просто каким-то вот там петькой, да, там, 15-летним, да, попробовать себя там чуть взрослее, чуть-чуть младше как-то, вот. Здесь, опять же, мы говорим про ту вот грань, которую мы говорили в предыдущей передаче, да, что она, понятно, что вот соблазн уйти туда окончательно, в эту виртуальную реальность, он есть, но, опять же, вот наличие здорового психологического отношения к себе, оно подростку помогает, и хочется верить, что я сейчас про то говорю, о чем вы спросили, наша реальность сейчас, она правда, и это, мне кажется, не стоит пугаться, что там, ну, да, вот у нас сейчас у всех есть смартфоны, и мы там общаемся очень часто, и мы, в общем-то, информация оттуда, ну, там, то есть здесь, ну, вот, то, что вы рассказываете, там, дети приехали там, ну, в парк с велосипедом, посидели они, ну, пообщались, может быть, они друзей звали в этот момент как-то, то есть, к себе там, компанию какую-то. О, нет, о, нет, мы гуляли час, мы вошли, они посидели на входе в парк, мы вошли, сидели, их видели в таком виде, и потом возвращались через час, мы видели их в точно таком же виде. Ну, вот, я к чему вот еще хочется одно уточнение. Одно дело, когда мы действительно, был такой замечательный фильм, «Золотой компас», если мне не изменяет память, с, ой, ну, ладно, не суть дела, кто там главный герой, главная актриса, но суть в том, что там были дети, у них были так называемые даймоны, животные, которые меняли различные облики. То они там жуком мог становиться, то какая-нибудь белка, то медведь, то волк, и по мере взросления уже это животное должно было определиться. Так же, как определялся, то есть он отображал, это животное отображало то, насколько и сам ребенок определился со своим лицом, кем он хочет быть и так далее. Животное принимало уже окончательный вид. Ну, фэнтези. Понятное дело, что сейчас мы не будем его обсуждать. Я понимаю, что подростку нужно себя понять, позволяют ли это сделать сети, позволяют ли это сделать интернет, позволяет ли он себя понять. И заходит ли он именно с таким посылом вот в это пространство, в котором, как в Безбрежном океане, он не может сориентироваться. Это раз. А во-вторых, второй вопрос, ведь зачастую и такого запроса это нет. То есть он не пробует себя в разных лицах. Он как бы вот это сформулировать именно в качестве вопроса. Он, выходя в ту реальность, которая его действительно окружает, он продолжает в ней быть тем, кем он есть. И, в общем-то, он не становится более понимающим себя человеком в той реальности, в которой существует объектив. Да. И, конечно, вот это... Да, я вот про что хочу сказать сейчас. Конечно, вот через такой пример можно... Вот там лет, наверное, 15 назад, может быть, ну, не важно, как это давно было, уже был интернет, это, наверное, был, может быть, 2005 год или какой-то. И мне один человек, значит, говорит, я как-то начал рассказывать, что вот там, ну, в интернете там это что-то нашел я какую-то, это там статью или что-то еще. Он говорит, да ты что, интернет? У меня, говорят, вот был, есть там, ну, там, друг, и он стал наркоманом, потому что у него был интернет. Я говорю, да как так? Он говорит, да вот так, говорит, в интернете нашел, как там варить какой-то там мак. А я вот, например, 20 лет ползусь интернетом, я вообще в интернете ни разу не встречал, как... Ну, то есть если я не хочу узнать в интернете, как там варить мак, ну, это, может быть, такой грубый пример, я этого и не узнаю. Если он не находит поддержки в своей семье, в родительской семье, если у него нет навыков общения с другими людьми, если он эти навыки ему не привили, не развили, конечно, он будет. То есть такой соблазн искать в интернете не то, что он есть. И так же, как и книги можно разные читать, если как-то отбросить интернет. Здесь первично все-таки не наличие интернета, гаджетов, а первично, конечно, внутреннее состояние человека, что он там будет делать. То есть это ключевое здесь. Если, например, ребенок, мама уставшая или не уставшая, пусть будет уставшая, пришла домой, ребенка из сада забрала, он плачет, хынчет, мама хочет с ним поиграть, маме по каким-то причинам это делать не хочется, она ему сунула этот планшет с мультиками, и он там сидит до вечера. Конечно, если это происходит годами, он вырастает, он как-то получает только такой опыт, дистантный очень мамы такой, который может быть из-за усталости, может быть по каким-то другим причинам сама не умеет или не зная, как это делать. То есть вот про это мы говорим. Здесь всегда это в комплексе, это не то, что появился интернет, и все стали какими-то этими злодеями, что-то там. Вот тут про это речь, конечно, вот про это. Ну, и тогда вот естественный вопрос. Мы в прошлой передаче говорили о границах, да. В большинстве случаев родители задают вопрос, нужно ли ограничивать, вот, стоит ли это делать, а самое главное понять, как это делать. Если мы сейчас говорим о подростках, потому что ведь мы как-то вот взяли, немножко сузили проблему, потому что не менее зависимы взрослые люди. Причем, вот, ну, это я сейчас, может быть, тоже забегая вперед об этом, мне бы тоже хотелось поговорить. Как мы легко передаем свободу вещи, то есть свою свободу той вещи, которой не мы уже обладаем, а которая обладает нами. Мы просыпаемся, и словно бы сам телефон зовет манящим голосом, да, проверь, что может быть за ночь такого важного произойти с твоим телефоном. Кто тебе мог бы звонить в ночью, или кто тебе мог бы писать смс-ки, или кто тебе мог бы там что-то писать в соцсети. И такого именно необходимо важного, что первое, что ты делаешь с утра, не умываешься, в случае православных, да, не молишься, там, а берешь телефон. Встал, помолился на эту иконку, вот, да, там, перекрестился, да, и начал день. Вот, ну давайте о подростках, да, стоит ли ограничивать, и тогда вот, может быть, логично перейдем к несвободе взрослых. Мне вот, знаете, отец Сергий, кажется, что здесь вопрос структурирования, мне кажется, это вот более точное слово, которое определяет. То есть оно включает в себя ограничения, да, вот, но невозможно ограничить сейчас современные, ну, там, современных подростков от... Ну, это и бессмысленно, и это, ну, заведомо проигрышное дело. То есть понятно, что это должно быть структурировано. А как структурировано, это должна, ну, там, определять семья уже. То есть это не то, что, ну, ну, опять же, сейчас не хочется в какие-то общие схемы сходиться, что делать так и будет хорошо. Это в каждой семье, ну, правда, там очень много можно полезного там сделать, а можно и неполезного. И как вот там, ну, это каждая конкретная семья же определяет уже. Но мы же одновременно понимаем, что интернет – это такой интересный зверь, что иногда он сам вторгается. Как это, не помню у кого из классиков, если долго смотреть в темноту, то в конечном итоге темнота всмотрится в тебя. Если долго смотреть в интернет, то интернет тоже может всмотреться в тебя. Если бы, условно говоря, ребенок понимал, что ему сегодня хочется почитать Киплинга, где он ищет, там, не знаю, или он хочет научиться рисовать, он ищет какие-нибудь мастер-классы на Ютубе, как рисовать, то одна ситуация, совершенно другая ситуация, когда он вбивает, там, я не знаю, хочу нарисовать, там, ну, не знаю, черепаху, и выдается ему контент с откровенной какой-то и грязью, и не грязью, и там все это вперемешку. Стоит ли давать, ну, открывать это окно в тот мир, в котором сам же ребенок еще сориентироваться до конца не может? Какие, может быть, какие-то практические советы, может быть, есть? Да, есть. Прям вот я охотно дам этот совет. Надо общаться с ребенком, надо с ним разговаривать, надо понимать, ну, как-то понимать и чувствовать, что с ребенком происходит. Я думаю, ну, там, любой родитель, ну, там, здоровый родитель, да, психологически, он имеет такую возможность. Желание, может быть, не всегда имеет, а возможность имеет всегда. Только это, никакими другими, там, ну, даже если мы, там, лишим возможности ребенка, ну, просто удалить все гаджеты из дома, да, он все равно же будет ходить в школу, будет в сад, он будет ходить на улице, он все равно с этим столкнется. Это, ну, сейчас вот реальность такова, что вот так это происходит. И вот советом здесь может быть только этот вот какой-то, ну, там, душевный контакт с ребенком. И это первично. Вот когда, ну, как родитель, всегда же практически понимаешь, да, там, что с ребенком происходит, да, какое у него состояние, какое настроение, да, если ты понимаешь, что он там у тебя неделями, месяцами что-то ходит какой-то, ну, понятно, да, закрытый, и понятно, что с ним что-то происходит, понятно, что с ним надо разговаривать и общаться. То есть здесь вот это первично. Если это есть, тогда он в любом случае, там, ну, там, мы сталкивались, там, наши дети сталкиваются и с какими-то, с грязью. Она никуда не деться, там, вон, туда же вот, в разных домах, конечно, все живут, вот, в НРС подъезд зайдешь, там интернет не нужен, там столько грязи на подъезде написано, да, что, ну, вот, и как от этого? Ты же не будешь все подъезды ходить замазывать. То есть здесь вот, вот, я вот как-то, я отвечаю на вопрос сейчас как-то, да? То есть вот это первично, первично общение в семье между ребенком, то есть здесь это уже все следствие, это как вот зависимостью, там, ну, если психической зависимостью мы говорим, то есть там человек, будучи, если у него сформирована психологическая зависимость, да, он найдет объект в любом случае, как его там не уберегать. Так и здесь, если у человека есть внутренний дискомфорт, он его реализует, как его там, вот, вот про это. Ну, с детьми, честно говоря, мы уже очень много всякого разного говорили, переговорили, тут действительно, ну, есть некое общее место, которое может быть названо социальными условиями. Формируйте социальные условия, и будет вам счастье, условно говоря, да, через разговор, через понимание ребенка, через ориентацию на него. Может быть, кстати, есть смысл ответить на вопрос, мы же, вот, в свое время я встретился с очень интересным таким термином, что мы сейчас, вот, находимся в той демографической среде, которая может быть описана выражением безмамные мамы, безмамные, беспапные папы, вот, то есть мы, ну, в большинстве своем это именно безмамные мамы, да, то есть девочки, ну, где-то там, вот, в конце 20 века, да и, ну, да, где-то ближе к концу, послевоенное, так скажем, время, да, когда на работу нужно было выходить все, отцы в большинстве своем либо убиты, либо искалечены, вот, то есть вернулись неполноценными с войны, на производство выходят матери, а дома остаются девочки. И какими им быть матерями, они, им неоткуда было черпать примера, и потом постепенно вот эта вещь, которая запустилась, там, может быть, в послевоенные годы, она до сих пор транслируется, потому что мама тоже должна работать, это пресловутое феминистское утверждение, что женщина тоже должна самореализовываться на одном уровне с мужчиной, и в результате вырастают те девочки, которые просто не знают, как общаться с детьми, и поэтому сунуть им гаджет и отщепитесь от меня все, вот, на тебе телефон, только не шуми, на тебе планшет, только не ори, вот, и сидит вот это вот полузомбированное существо, вот, которое смотрит абсолютно все подряд, что льется, вот, один мультик закончился, сейчас это же так удобно устроено, да, один мультик закончился, начинается тут же другой, и вот сидит вот это вот маленькое существо, которое не получает нужную коммуникацию с мамой и так далее. Ну вот как мы могли бы, может быть, если уж закончить эту тему детско-родительских отношений, какие советы мы можем давать вот той маме, которая просто не знает, с какого боку подойти к ребенку? Вот, да, это вот очень хорошо, что вы об этом говорите, вот вы начали говорить там про послевоенные поколения, а если взять и до войны, и про это мы говорили там, мне кажется, мы говорили об этом, да, что вообще весь 20 век это был там век колоссальных потрясений, и вот мы сейчас, ну, говорили про профессора, который там в 90-е ушел в зависимость, а если взять там революцию 17-го года, там, ну, гражданская вообще была война, то есть там по драматизму, по степени там травматизации людей, это вообще 90-е годы просто детским садом покажется, то есть и весь 20 век он был вот таким для нашего, там, для наших родителей. У меня сложилась определенная традиция и тенденция, вот как вот сейчас, вот приходит молодая девушка, а я тоже вот немножечко так дополню, да, у меня огромное количество, вот я занимаюсь молодежный, у меня приходит университетский, молодежи много, и молодежным клубом мне приходится заниматься, молодежь приходит, она молится о том, чтобы им сначала был дарован муж или жена, потому что не получается, опять же, к вопросу, не получается выстроить коммуникацию с противоположным полом, что удивительно, да что может быть, казалось бы, проще, тебе понравился, ты понравился, ну, тут ладно, отложим это в сторону. Потом, вроде бы, находят они себе вторую половинку, и у них не получаются дети. Вот Михаил Львович Покраса, о котором мы с вами говорили до эфира, он обычно говорит в том числе, ну, я не знаю, это может быть не точная цитата, потому что сам-то я у него не был, но были люди, что кто-то врет, да, в этих отношениях, кто-то не умеет любить, и поэтому не реализуется в том числе, если мы не говорим о медицинских проблемах, да, что не получается зачать. Ну, вот они молятся о том, чтобы был дарован ребенок, и она хочет реализоваться как мама, и как только у нее появляется ребенок, она совершенно не знает, что с ним делать. Тут вот мне как-то сейчас я отвечу на вопрос, но я прежде как-то, не то чтобы такое, говорим как-то про интернет, как про зло, а вот на самом деле, ну, вот возможности, которые дает интернет, например, да, опять же, там, воспитание тех же детей выходит за них, например, взять те, которые есть сейчас возможности, да, у мамы, которая может посмотреть в том же Ютубе, как там, ну, вообще, что там делать с младенем, да, и, например, взять маму, которая была там 30 лет назад, которая, ну, там, кроме бабушки какой-то, да, и хорошо, если она была, да, практически, ну, где можно было там узнать какие-то нюансы. То есть тут, я так в оправдании интернета, такая ремарочка небольшая. Опять же, вот говоря про трудности взаимодействия, да, вот в этих коммуникациях, они, конечно, первичное отношение к себе всегда, первичное отношение к себе. Конечно, если у человека, вот, опять же, делая отсылку вот к этой нездоровой семье, где рост человек, да, там, вырос, не научившись вот этой здоровой коммуникации, да, привыкнув там, ну, там, будучи обрамленный, отграненный, как это правильно сказать, как вот, как очень закрытым, например, да, если человек вырос в семье, где было насилие, ну, я, может быть, немного сужаю, но что для примера, он, конечно, вырастет закрытым, и для него там вступить в отношения доверительные, искренне глубокие будет колоссальной проблемой, он не умеет это делать, он не просто не умеет делать, он этого боится, он этого даже, может быть, ну, на каком-то глубине и не хочет делать, да, и вот пока этих изменений внутренних не произойдет, я отвечаю сейчас на вопрос, да, то есть вот невозможно другим человекам, ну, как-то вот такая вот эта вот цитата одной моей пациентки, что созависимая, да, что я там, оказывается, там, на каком-то этапе выздоровления, она сказала, что ведь я всю вот, там, мою жизнь с сыном, я с сыном затыкала какие-то свои проблемы внутренние, ну, как внутренняя дра, так и как внутренняя беда, да, то есть свое одиночество, да, там, я в ребенке видела не ребенка, да, а там чуть ли не этого, ни богатыря, ни мужчина, ну, то есть такое вот смещение вот этих восприятий ребенка из себя происходит, и, конечно, первично узнавать себя, разбираться в себе, то есть это вот та самая почва психологическая, которая в конечном итоге, не будучи там обработанной, да, там, здоровым способом, она даст плоды, плевел, скажем так, нездоровые отношения, да, и, как правило, в таких нездоровых отношениях и ребенок, если он появится, он тоже будет, вот, опять же, вот, повторять фактически этот же самый сценарий какого-то, вот этого всего. Ну, вот время на сегодня, наша передача опять подходит к концу, какие-то вещи мы за сегодня не успели обсудить, я думаю, что мы в следующий раз с вами постараемся поговорить о созависимости и о других взрослых, назовем, да, формах зависимости, нехимических, а на сегодня вот тоже бы вот какое-то такое многоточие поставить, действительно, первичная реальность, которая, ну, существует объективно, существует с определенным количеством вызовов, это, прежде всего, вызовы к самому себе, к самому человеку, познать себя самого. Мне кажется, что, помимо того, что человек зависимый не умеет делать выбора или боится его сделать, он, в первую очередь, действительно, на самом глубинном уровне не знает себя самого. Он не знает, почему, например, ребенок, когда плачет, это меня так дико раздражает, вот, и как с этим раздражением справиться и вообще воспринять это раздражение как проблему. Поэтому легкий побег от этой раздражительности, опять же, тот же гаджет, да, вот, и стремление опознать себя, и эта цель, да, которая перед нами стоит, эту цель, собственно, на мой взгляд, опять же, с точки зрения священника и православного христианина, это цель, которая поставлена нам, перед нами, самим Господом Богом, не понимая себя. Мы в конечном итоге, вот, неоднократно уже тоже говорили о том, что заповедь «возлюби ближнего, как самого себя» предполагает возлюбить себя, вот, а возлюбить себя — это и принять себя, это и понять себя, это и разобрать себя где-то, да, на те механизмы, которые во мне происходят. И зависимость — это форма побега от этой главной цели. Давайте вот здесь мы поставим на рябе точки. Да, я прям, вот, настолько психологично, что это, точнее, не скажешь вот то, что вы сейчас сказали. Это, правда, первично. Это первично. Спасибо большое, Павел. С вами, дорогие зрители, мы прощаемся. До скорых встреч в следующий вторник. Еще раз обращу внимание, что мы теперь выходим на час раньше, в 19.30. Мы продолжим разговор с Павлом о другой форме зависимости, о созависимости. Храни всех вас Господь. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok